Всем огромный привет! Сегодня купила ножки, вот такие вот в светофоре, за килограмм 40-45 с чем-то, вышли они у меня на 97-49. Нереально хочу их вареными, просто вареными, с чесночком. Сейчас осуществлю свое желание. Сейчас я их промою хорошо и замочу на час примерно в холодную воду. Так я управилась, помыла, замочила. Теперь подожду часик, буду ставить их готовиться. Вы сами знаете, когда хочу, это хуже, чем болит, поэтому я их очень хочу на ужин. Будет нереально вкусный ужин. А мы вернемся к ножкам ровно через час. Прошел час, слила воду холодную, сложила ножки в кастрюлю и сейчас ставлю на плиту. Заливаю холодной водой. Воды налила, чтобы покрыть ножки, оставляю готовиться. После закипания, конечно, сниму пену и будет у меня это готовиться не меньше 2,5-3 часов. А я тем временем могу, что хочешь делать, танцы танцевать, хоть гулять, а у меня царский ужин будет готовиться. Я добавляю морковь, луковицу, лавровый лис и соль по вкусу. Может кто-то брезгует такое блюдо есть, но я девчонка из простых, так что очень захотела. Прям слюнки текут. 2 часа у меня готовится этот деликатес. Вы заметили, как я называю эти свиные ножки? И царское блюдо, и деликатес, вкуснейший ужин. Прям не ножки, а как будто я варю, знаете, языки. Сейчас подготовлю чесночок, хлебушек и уже почти готовы у меня ножки. Достаем из кастрюли. Сложновато как-то. На блюдо с казахским орнаментом я кладу ножки свиные. Ну я же из Казахстана, я уже сказала, я девчонка из простых. Ох, дождалась я наконец. Пока горяченькие, я посыплю чесночком. Я не злоупотребляю, немного, потому как мы их будем есть с хреновиной. Хлебушек надо нарезать. Хлебушек у нас на сыворотке. Посмотрите, какой вкусненький. Вот она хреновина. Некоторые говорят, закисает, еще что-то. Да вот, стояла в погребе. Все, сегодня занесла. Смотрите, какая. Это будет нереально вкусно. Тут аджичка у нас. Можно еще горчичку достать. Сейчас будем кушать. Ребятки, я приехал с работы. Тут ждет у него ужин. Такой шикарный ужин, как всегда. Царский. Царский, багенский. Какая хреновина, какая горчица. Юра и так ест. Горчица для этого блюда не нужна. А может и нужна. Сейчас наестся, потом будет добавлять специи, да, Юр? Ну, конечно, просто обалдеть. Вот такое копеечное блюдо может быть таким вкусным. Не просто вкусное, оно шикарное. Мы прям без гарнира, только вот с добавками. Я думаю, Юра сейчас распробует с хреновинкой. У меня слюнки текут. Ну что, мои дорогие, понравилось вам? Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем вам здоровья крепкого и всего самого наилучшего. Всем пока-пока, увидимся. Послесловие хреновину мы прямо лужечками кушаем. Это очень вкусно.